Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! В Православной Церкви семь таинств, и одно из них – это венчание. И по нему нам часто задают вопросы. Владыка, в чем его суть, этого таинства? Для чего оно совершается? Ну, во-первых, венчание – это несколько такое простонародное название. Это таинство брака. И тут сразу становится понятно, что это за таинство. В этом священнодействии Господь посылает свою благодатную силу для того, чтобы люди, создав семью, в дальнейшем жили по-христиански, исполняли то свое предназначение, которое Господь приготовил каждому человеку. А в какие дни можно венчаться, а в какие нет? Ну, достаточно сложный календарь браковенчания не венчают во время постов и накануне постных дней. И в некоторые особые дни года. Но в основном этот календарь привязан к постам, потому что, ну, понятно, что брак – это всегда праздник, это торжество, это, в конце концов, свадебный пир, который с постом не очень сочетается. Во время венчания используются кольца и венцы. Вот откуда эта традиция пошла? Ну, кольца все-таки надо назвать не венчальными, а обручальными, потому что кольца используются во время обручения. Это первая часть таинства, которая предшествует, собственно, таинству брака. И эти кольца являются таким вот символом соединения людей между собой. Этот символ достаточно древний, он еще дохристианский. Мы в самом таинстве брака, когда священник одевает кольца, он вспоминает примеры, как из Ветхого Завета, как кольцо было знаком вот такой вот связанности, благословения. И в античном мире, в древности тоже кольца использовались как некий такой символ, соединяющий двух людей. И этот символ перешел в наше христианское таинство брака, и священник одевает их в знак неразрушимости брачного союза. – Владыка, а вот что касается по поводу венцов, для чего они используются? – Венцы – тоже древний символ. Ну, во-первых, венцы – это некая символическая награда за целомудрие. Вот видите, такое тоже сегодня не очень понятная, наверное, не очень понятная вещь, но предполагается, что люди вступают в брак, будучи девственниками. И сохранение целомудрия, оно как бы вот вознаграждается этими венцами. Кроме того, венец – символ царственного достоинства человека и царствия Божия, потому что, собственно говоря, оконечная цель жизни человека – это соединение с Богом в небесном царстве. – Нужны ли огласительные беседы перед венчанием? – Вообще, огласительные беседы перед венчанием – это особенность нашего времени, наших дней. Вообще-то, если учитывать, что таинства церковные совершаются над людьми верующими, церковными, теми, которые и так знают свою веру, участвуют в других таинствах церковных, наверное, в таком случае специальных каких-то бесед проводить не обязательно. Но поскольку мы сегодня живем в особой такой реальности в нашем времени, когда обращаются за таинством браковенчания люди, хотя и крещённые, но практически живущие не церковной жизнью, то приходится вот как-то с ними общаться, напоминать им о том, что такое брак, что таинство браковенчания – это не просто красивый обряд в красивом храме, куда можно позвать гостей, где можно сделать хорошую фотосессию, снять кино, которое потом показывать детям и внукам. Но это и некие обязательства, которые люди берут перед лицом Божиим в отношении друг друга. Это в полном смысле слова таинство, когда Господь сам как бы соучаствует в создании новой семьи. И, конечно же, вот это вот сегодняшнее наше требование проводить оглашение, то есть научение, если говорить просто, перед таинством брака, оно, конечно же, справедливо и очень правильно. А допускается ли расторжение венчанного брака? Вот этот вопрос очень часто задают. Да, вы знаете, очень часто обращаются даже вот в епархию и с такой просьбой – развенчайте нас. И все время, вот сколько я живу на свете, сколько я уже священствую, архиерействую, и все время приходится объяснять, что никаких развенчаний не существует. Да, к сожалению, браки, и чем дальше, тем это больше заметно, часто распадаются. Распадаются и венчанные браки, поскольку, несмотря даже на наши усилия, на огласительные беседы, все-таки значительная, если не большая часть людей, обращающихся к таинству церковного брака, все же не понимает его смысла и не понимает того, какие обязательства он накладывает на них. И поэтому точно так же, как и люди не венчанные, ругаются, ссорятся, разводятся, и брак распадается. Это, к сожалению, такая вот печальная реальность наших дней. После того, как брак распался, ну, обычно он распадает все-таки по чьей-то вине. Редко бывает так, что двое супругов одинаково виноваты в этом. То есть, когда-то, как правило, брак распадается после вины одного из супругов. И если человек после этого захочет еще раз вступить в церковный брак, вот тогда церковь признает прежний брак распавшимся. Она его не развенчивает, нет никаких правил, никаких чинопоследований по этому поводу, никаких даже бумажек не выдают по этому поводу. Могут выдать только разрешение на новый церковный брак, на второй. Но тому члену бывшего брачного союза, который невиновен в его распаде. Ну, скажем, брак распался из-за измены одного из супругов. Вот тому, кто изменил, церковь не даст благословения на второй церковный брак. А невиновная сторона, она получает разрешение благословения на вторичный брак. Вторичный брак о венчании. Слава Богу, вот я сейчас скажу странные слова, слава Богу, не так много людей сейчас идет в церковь для того, чтобы венчаться. Почему? Потому что, ну вот, если бы венчание сегодня было бы массовым таким явлением, то, конечно, было бы совсем плохо. Потому что люди, участвуя в церковном таинстве, особенно в таинстве брака, совершенно не желают слышать даже ничего о его сущности и о том, какие обязательства брак накладывает на человека. Сегодня люди настроены на такой легкий, такой прогулочный вариант семейной жизни. Понравилось, понравилось, не понравилось, разбежались. Ну, подумаешь, разбежались, завтра опять с кем-то соединяй, и все. Беда в том, что в 90-е и в начале 2000-х венчаться было модно. Вот сейчас, наверное, вот эти люди-то как раз идут, спрашивают, возможно ли развенчание. Да, что касается мода, я думаю, что мода, она вещь такая очень непостоянная. И мода прошла на многие вещи, не только на венчание в церкви. И слава Богу, что большинство сегодня венчающихся – это люди, которые, ну, по крайней мере, осознают смысл того, что совершается, и имеют какое-то представление о том, каким должен быть христианский брак. Если супруги расписались в ЗАГСе, но они не венчаны, можно ли говорить, что они живут в грехе? Вы знаете, церковь по снисхождению принимает такой брак, брак, его называют гражданским браком. Тут некоторая путаница в понятиях. В миру гражданским браком называют вообще просто свободные отношения. Да, люди живут, да, зачем нам штамп в паспорте, зачем нам какие-то формальности, зачем нам какие-то там бумажки. Церковь называет гражданским браком тех, кто зарегистрирован в ЗАГСе, но при этом не венчан. И церковь принимает, и более того, церковь говорит, что это гораздо лучше, чем если вести под венец неверующих людей, или, так сказать, неглубоко церковных, или, знаете, как бывает, вот мама невесты требует, обязательно повенчайтесь. Жених никогда в церковь не ходил, ничего его с ней не связывало и не будет связывать, но подчинившись своей будущей тёще, ну куда деваться, вот он идёт в храм. И, конечно, это ничем, кроме как профанации, таинство назвать нельзя. – Вопрос от зрителя. Правда ли, что венчанные супруги после смерти будут вместе на том свете? Так ли это? Откуда берутся такие утверждения, и есть ли в них зерно правды? – Ну, Господь в Евангелии сказал как-то о том, когда его спрашивали, чьей женой будет некая женщина, которую подряд несколько раз брали в жены братья, родные братья. Он сказал, заблуждаетесь, не зная ни силы Божьей, ни Писания. В воскресенье не женятся, не посягают, но живут, как ангели Божии. Вот эти земные понятия брака, семейной жизни, они не то чтобы упраздняются, они преображаются в вечности, и поэтому этот вопрос, он просто некорректен. Но если так говорить в общих чертах, да, в вечности мы все будем вместе. Поэтому вот так вот. – Спасибо, Владыка. До свидания. – До свидания. – До свидания, уважаемые зрители. – Добрый день, возлюбленный Господь, братья и сестры. К нам поступил такой вопрос, который я сейчас зачитаю и попробую кратенько ответить. – Я верующая, хотя и не так часто хожу в храм, и мне бы хотелось бы повенчаться, но муж практически атеист. Я могу настоять на венчание, он сделает это ради меня, но я сомневаюсь, надо ли, ведь для него это будет формальность, стоит ли настаивать. – Ну, фактически, те люди, которые задавали этот вопрос, они фактически сами ответили. Конечно, не стоит этого делать, потому что любое действие, тем более такое великое таинство, как таинство о венчании, оно должно совершаться по обоюдному согласию. – Потому что если человек поступает к этому формально, ради того, чтобы угодить своей жене, чтобы она фактически больше не задавала этих вопросов, не настаивала на этом, это будет считаться формальностью, потому что к таинству нужно всегда обращаться с верой, потому что любое таинство, оно совершается только тогда и будет благодатным только тогда, когда человек на самом деле осознанно, с глубокой верой в Бога, подходит к этому вопросу. Потому что в церкви не может никаких формальностей. И если вы расписаны в гражданском браке, в любом случае, ваша семья считается законной, полноценной, но чтобы прийти к такому осознанному вопросу, нужно, конечно, прежде всего, молиться за своего мужа и подавать вообще добрый христианский пример жизни. Потому что нужно сделать так, чтобы муж сам этого захотел, и не просто ему говорить «ты должен, ты обязан», а нужно, чтобы у человека было доброе желание, которое исходит от его сердца. Потому что Господь сердцевидится, Он видит помышление сердца каждого человека, и если у человека есть такое доброе желание, доброе намерение, то Господь, конечно, благословит любое наше доброе желание, которое служит во благо нашей христианской души. Поэтому не нужно с этим вопросом, я думаю, торопиться, когда человек на самом деле не готов, не подготовлен, как я уже сказал, это будет просто формальностью и духовной пользой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok